Каждое коммунальное предприятие сдало приказ, есть ответственные лица. Связь с ними лучше всего поддерживать через районные службы 050, потому что к ним поступают заявления от всех граждан района, не взирая на то, чьи дома, частный сектор или многоэтажная застройка. И через них уже происходит коммутирование с теми службами, которые непосредственно отвечают за то или иное происшествие. Поэтому никаких проблем ни с энергопоставляющими организациями, ни с обслуживающими организациями не должно быть. Что касается, есть, конечно, нюансы, которые присутствуют в домах, которые выбрали такую форму управления, как в СНД или ведомство и прочее, но еще раз подчеркиваю, что если что-то случается, в любом случае районные администрации будут готовы непосредственно на месте определить объем проблемы и определить пути ее решения. В основном водонесущие коммуникации, они страдают в момент, скажем так, перемены погоды. Мы видим, что Одесса отличается тем, что у нас то минус, то плюс, то плюс, то минус. В это время, к сожалению, происходят аварийные ситуации на именно водонесущих сетях. Почему? Потому что промерзание грунта, оно влияет на температуру, естественно, металлические поверхности водопроводных коммуникаций, и в этот момент происходят какие-то аварийные ситуации. К сожалению, они происходят ежегодно. Вот, допустим, чем отличаются теплосети от, допустим, водопровода? Потому что там набрали температуру, все. В момент, скажем так, нагревания происходит, да, аварийная ситуация. Но когда вот у нас запуск произошел, везде, скажем так, тепло в достаточной степени с котелин поступает с определенной температурой вода, практически ничего нет. Ну, могут быть аварийные ситуации только на запорной арматуре, на задвижках, на компенсаторах. А вот водопровода нет. Поэтому и вот в моменты таких температурных колебаний происходит это. Но, тем не менее, аварийные бригады Инфокса несут, у них круглосуточное дежурство. И есть именно, это аварийные бригады. Если это плановая какая-то работа по замене определенных участков, или заменит там, опять же, запорной арматурой, это мы всегда заранее сообщаем. И, соответственно, люди могут к этому подготовиться. Ну, а аварийные ситуации абсолютно, скажем так, устраняются по мере их возникновения.